Симу продолжим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в студии начальник поисково-спасательного подразделения Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Владимирович Рубцов. Здравствуйте. Здравствуйте. Семен Владимирович, сколько уже человек потерялись в наших тувинских лесах и всех ли нашли? На данный момент потерялось уже 8 человек, но все нашлись, все живы и здоровы. Можно ли назвать, что сезон грибников открыт и до какого периода он продлится? Как правило, сезон грибников открывается уже с начала августа, когда начинают созревать дикие плоды, такие как грибы и ягоды, и, конечно, он уже открыт. И, как правило, он длится до конца сентября. Где именно, в каких районах чаще всего теряются охотники за грибами и ягодами? Чаще всего это происходит на нашей станции Тайга. Что делать, чтобы не потеряться в лесу? Какой обязательно минимум должен быть у грибника? Чтобы не потеряться в лесу, изначально нужно определиться, с какой целью вы туда идете. Собрать необходимый минимум – это спички, это нож, это, если есть, компас, обязательно заряженный полностью сотовый телефон. Необходимый запас, минимальный запас воды, какой-то запас пищи. Лучше пусть это будут конфеты и печенюшки. Вот, потому что конфеты и печенюшки, они очень много энергии дают. При движении, допустим, когда много, большой переход делаешь. Что касается одежды, какая она должна быть? Яркая, может быть, свето-возвращающими элементами? Вы совершенно правы. Одежду лучше брать такую. Потому что в вечернее время эта одежда хорошо видна. Особенно, когда непосредственно при поисках, когда спасатели ходят и осматривают все при помощи фонарей. Особенно светоотражающая одежда, она хорошо видна в тайге. Что же делать, то есть как себя вести, если ты понял, что уже потерялся? Ну, в первую очередь не нужно волноваться, не нужно паниковать. Нужно остановиться на одном месте, вспомнить то, чему вас учили, какие памятки вам давали, что у вас есть в руках, и начинать действовать. Само собой, если вы не можете определиться место, куда вам нужно идти обратно, оставайтесь на месте. Найдите себе более удобное место под каким-нибудь большой елью или сосной, чтобы оно было сухое. Заготовьте дрова, походите вокруг, пока светло. Дров вы найдете много, можете разжечь костер. Ну и сидите, ждите, когда вас найдут. А чем может помочь спасателям заблудившийся человек, чтобы его побыстрее нашли? Может быть, какие-то зарубки нужно делать? Зарубки может делать, потому что просто так зарубки в тайге никто не делает. Это делают люди, которые хотят найти обратную дорогу. Если есть заряженный сотовый телефон, нужно найти возвышенность. Подняться на эту возвышенность и набрать телефон службы спасения 112. Этот звонок поступит на единую дежурную диспетчерскую связь города Козыла или того района, где вы находитесь, допустим, где вы потерялись. И вы можете связаться и сказать, что вы потерялись, что приблизительные ориентиры можете доложить дежурному диспетчеру. Ну, например, это какие ориентиры приблизительные? Например, ориентиры, куда садится солнце, вот, где вы видите, допустим, если вы на каком-то холме, там, где нету растительности, вы можете сказать, где начинается растительность, собственно говоря. Ну, где, допустим, вы видели последний ручей, в какую сторону он течет. Вот спасатели это все возьмут себе на заметку и будут действовать. А нужно ли регистрироваться у спасателей тем, кто собирается в лес за грибами? Или можно сказать родственникам и пойти? Да, вы совершенно правы, у спасателей не обязательно регистрироваться, достаточно, чтобы знали родственники, знали направление, куда вы идете, непосредственно место, с которого вы начнете, допустим, собирать. Надо точно, чтобы родственники знали, куда вы пошли. И, соответственно, экипировка, еще раз экипировка. Ну, бывает так, что родственники не совсем знают, да, вот когда уже можно обращаться к спасателям, а когда нет. Вот сколько времени должно пройти, чтобы люди обратились к спасателям и сказали, что вот мой брат, моя сестра не вернулись? Ну, в основном у нас это происходит, когда они прибывают уже на место и начинают сбор грибов. Они договариваются по времени, в какое время они должны, допустим, прийти на точку. На точку своего сбора, на точку своего выхода. И вот таким же образом родственники, которые пошли собирать грибы, могут своим, кто остался дома, сообщить, что мы приедем в такое-то, такое-то время. Если в течение одного-двух часов они не приехали, уже можно начинать звонить в спасательные службы. А вот что касается детей, мы же все-таки любим прививать с детства, там, сходить по грибы, там, по ягоды. Вот сколько должно исполниться ребенку, чтобы его уже можно было брать в лес? Ну, вы должны знать своего ребенка. Ребенок может быть и трехлетний, который будет рядом с вами бегать и на шаг не отойдет. Вот. Ну, как правило, лучше брать детей, которые уже достаточно большие, 10 лет, вот от 10 лет желательно, чтобы они были послушными. А то бывают такие случаи, ребенка взяли с собой, мама в одну сторону, ребенок в другую и все, разбежались. А там только немного за холм перейдете, уже кричите, не кричите, а уже ничего не слышно. Ну, у родителей, соответственно, начинается паника и начинает все теряться гораздо дольше. Поэтому ребенок должен быть послушным и находиться всегда рядом с родителями. По последнему случаю, расскажите, какие подробности? Ну, один из последних случаев, это когда потерялись у нас три женщины. Они должны были вернуться к точке сбора, ну, часам к 18, но они не вернулись. И сын одной из женщин позвонил сразу же и сообщил нам о том, что произошел такой случай. Вот. Точно сказал место, где они находились, откуда начали, допустим, поиски своих грибов. Мы собрали группы, выехали на место. Получилось так, что три женщины вышли примерно в одном направлении, потом разошлись в разные стороны и потерялись. Одна из них вышла достаточно быстро, нашла выход к дороге. Другая пробежала километров шесть и вышла на станцию Тайга. Но они были от станции Тайга километра четыре-пять в сторону Пейхема. Они дальше проехали. Вот женщина так много прошагала. Ну, а сама мама этого молодого человека, она пробежала еще больше, но она тоже сама вышла. Собственно говоря, женщина, которая гуляла все больше, она была подготовлена. У нее там был и нож, и спички. То есть, в принципе, потом она вышла на трассу, поймала попутку. В этот же вечер, да? Или на завтра? В этот же вечер, ну, ближе к ночи, конечно, ну, там все волновались. Она вышла, прошла очень много. Потом приехала на трассу, где девятый километр, где появилась связь, и смогла позвонить своему родственнику. Потом он сразу же нам доложил, что она нашлась, и мы поиски прекратили. А вы можете привести пример из практики вашей? Вот сколько по времени больше всего находились в лесу, именно в Туве, сбудившиеся? Был такой случай очень давно, когда одна бабушка потерялась тоже в стороне станции тайги, и очень много прошла, нашла охотничий домик и прожила там почти месяц. Вот, это самый долгий случай. Ну, а так, у нас были случаи, когда мы у нас продолжались поиски в течение недели. К сожалению, эти случаи были тоже с летальными исходами. Ну, что поделать. Ну, мы всех находили. Семен Владимирович, у вас есть возможность сейчас обратиться к нашим грибникам? Уважаемые грибники и ягодники, конечно, это ваше любимое занятие, пожалуйста, занимайтесь этим занятием, но сначала подготовьте себя к нему как следует. Еще раз повторюсь, возьмите с собой всегда спички, воду, еду, полностью заряженный сотовый телефон, фонарик обязательно возьмите, если в ночное время вы сможете отыскать себе удобное место, не паникуйте, оставайтесь на месте, разожгите костер и ждите, когда вас найдут. Спасатели всегда придут на помощь и вызвали от вас из трудной ситуации. А так лучше не бегайте далеко, быстрее поймите, что вы потерялись, не надо волноваться и ждите. Мы придем на помощь. Семен Владимирович, спасибо, что вы к нам пришли. И желаю, чтобы работы вам было меньше в этом плане, чтобы все потерявшиеся нашлись. Я напомню, что сегодня на студии был начальник поисково-спасательного подразделения Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Владимирович Рубцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова